Здравствуйте, уважаемые журналисты и гости нашего пресс-центра. Сегодня мы поговорим о месячнике безопасности дорожного движения. Я представляю наших спикеров. Сергей Мохотин, заместитель начальника ГУНП Одесской области. Вадим Соколёк, временно исполняющий обязанности, заместитель начальника отдела управления и превентивной деятельности ГУНП в Одесской области. Алла Марченко, начальник пресс-службы управления патрульной полицией в городе Одессе. И Алексей Бернатович, начальник сектора безопасности дорожного движения управления патрульной полицией в городе Одессе. Добрый день еще раз. И я прошу и передаю вам слово. Добрый день. Мы сегодня хотим немножко осветить вопросы безопасности и рассказать о тех наработках, которые у нас есть. Первый вопрос, с которого мы начинаем, это месячник безопасности дорожного движения, «Всеукраинская акция, всеукраинская отработка по правонарушениям на дорогах». Я начну с города и затем каждый расскажет о своем, скажем так, участке работы. Итак, с 12 августа на сегодняшний день, за период времени проведения отработки, на территории города составлено за нарушение правил дорожного движения 5583 административных материала. Из них за управление в нетрезвом состоянии 263 административных протокола. Те грубые нарушения правил дорожного движения, которые есть, также мы хотим огласить, потому что основной акцент идет на них. Это нарушение правил обгона, порядка 300 фактов, и также нарушение правил проезда перекрестков, порядка 600 административных материалов. Также большой акцент нами делается как в городе, так и в области на пресечении правонарушений со стороны пешеходов. Еще раз хочу напомнить, что пешеходы – это участники дорожного движения, которые обязаны соблюдать все требования правил дорожного движения. Нами проводятся постоянные рейды, постоянные отработки. Что касаемо материалов, на пешеходов составляются административные материалы. Цифра небольшая. Почему? Потому что в основном это профилактика. За этот период более тысячи человек, нарушителей правил дорожного движения, выслушали и прослушали лекцию о соблюдении правил дорожного движения, а составлено административных материалов порядка 50 на пешеходов. Я хочу отметить, что штраф есть, и мы его выписываем, скажем так. Следующий вопрос передаю слово Алексею. С начала проведения месячника безопасности дорожного движения управлением патрульной полиции в городе Одессе отработано 264 перевозчика, которые перевозят пассажиров, так и грузы по городу Одессе. Привлечены к ответственности как юридические, так и физические лица в количестве 54 материалов составлено. Также отрабатывается управление патрульной полиции совместно с таможенной службой Одесской области автомобили, которые находятся на иностранной регистрации по городу Одессе перемещаются. На КП дачное составлено всего 32 материала. На водителей, которые ездят на иностранной регистрации по городу отработаны на 67 автомобилей, также перевлечены к ответственности как по таможенному законодательству, так и по Кодексу Украины об административных правонарушениях. Всего отработано по городу автомобили с иностранной регистрацией около 500. В принципе, все, передаем слово. Вам направление национальной полиции. Спасибо. Здравствуйте всем. Значит, отработка проводится не только на территории города. Это одна из составляющих общей государственной программы по безопасности дорожного движения. И в первую очередь эти мероприятия проводятся на всей территории области, включая, соответственно, город. Если взять, подойти по общей статистике, что касается анализа аварийности на дорогах, естественно, это ни для кого не секрет. Это и в средствах массовой информации. Есть рост аварийности на дорогах, есть рост числа людей травмированных, ну и, соответственно, погибших. Причин здесь очень много. В первую очередь это несоблюдение элементарных правил дорожного движения, начиная с тех же самых пешеходов. И потом идет дальше. Превышение скорости, нарушение правил обгона, порядок проезда перекрестков, пешеходные переходы, опять же. Ну и бич на сегодняшний день, конечно, я считаю, потому что это очень большую проблему дает. Это управление транспортными средствами любого вида, подчеркиваю, любого вида в нетрезвом состоянии. Уже Алла говорила об этом по городу Одессе, по задержанным, по управлению транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Ну, цифра примерно такая же. 238 человек, это только с 12-го числа, несмотря на то, что штрафы поднялись, 238 человек составлены соответствующим материалом по управлению в нетрезвом состоянии. Ну, это достаточно серьезная, я считаю, цифра. Это ответственность людей и непонимание людей вообще, важности и угрозы, которые они несут людям. Поэтому мы работали, работаем и будем работать не менее жестко в этом вопросе. Что касается работы непосредственно по территории области, у нас есть соответствующий план мероприятий. Отрабатываем мы по очереди различные города, различные районные центры, прилегающую территорию к районным центрам на соблюдение участниками дорожного движения, правил дорожного движения. Это и из МАИЛ на данный момент идет работа. Идет работа по Черноморску регулярно мы работаем. Есть по Беляевка, Видеополь, то есть прилегающая в перспективе. Есть еще ряд районных центров, как бы не выдавая, не забегая вперед, озвучивать их не будем, но работа спланирована в полном объеме. Поэтому результат работы есть. И просьба, опять же, пользуясь случаем, просьба ко всем водителям относиться с пониманием к работе сотрудников полиции. Не спорить, не пытаться возмущаться. Если даже есть какое-то небольшое, незначительное нарушение, каждый человек должен понимать, что каждое нарушение маленькое ведет за собой нарушение большое. И не допуская в мелочах каких-то ошибок, потом в результате будет намного меньше проблем, и намного последствия будут, дай бог, кажется, чтобы их не было вообще никаких, но тяжесть последствий у нас, соответственно, имеет место. Помните, было в прошлом месяце, в июле месяце, очередь за нас на ДТП на трассе, на маяке Одесса-Видни, в районе Хлебодарского, когда автобус столкнулся со встречным автомобилем, и было более 24 пострадавших. Так, 18 числа это было. Очень такое значительное резонансное событие, но причина вообще очень элементарная и простая – нарушение правил обгона. Всего лишь нарушение правил обгона. Вроде бы и скорость небольшая была, но количество людей, вы понимаете, сколько было пострадавших. Поэтому элементарно, казалось бы, да, многие водители относятся к этому так. «Так, нажал на педальку и обгоню, и успею». Вот успел. Поэтому там и погибшие были, поэтому мы к этому вопросу относимся, и относились, и относимся, будем относиться очень серьезно. Сейчас еще Вадиму дам слово, есть некоторые моменты, он тоже озвучит. Всем добрый день. Я хочу сказать, что в рамках проведения месячника в свое планирование, в свою работу мы вносим соответствующие коррективы, в связи с тем, что во время месячника, естественно, тоже продолжаются совершаться дорожно-транспортные происшествия, и эти локальные очаги, их надо как-то ликвидировать, надо и профилактировать. Особую беспокоенность вызывает состояние аварийности на мототранспорте. Мы все прекрасно понимаем, что водители мотоциклов, пассажиры, это такая же наиболее травмоопасная категория участников дорожного движения, как и пешеходов. Статистика нам говорит о том, что 23% дорожно-транспортных происшествий от всех ДТП случаются с участием мототранспорта. Хочу привести пример, пример, который, допустим, по поводу корректировки нашей работы. 26-27 августа в Болградском районе в ночное время суток были допущены два дорожно-транспортных происшествия с участием мототранспорта. В одном случае пострадало 4 человека, из них двое несовершеннолетних с тяжелыми переломами были доставлены в детскую областную больницу. В другом случае водитель мотоцикла погиб. Измедлительная реакция была со стороны руководства. Направили рейдовые группы, буквально этой ночью отработали Болградский район, выявили два факта управления мототранспортом состояния алкогольного обвинения, два факта без документов и два мотоцикла, не зарегистрированные в установленном порядке. Что касается в целом в рамках месячника работы по мототранспорту, то цифры, конечно, тоже внушительные. Всего задокументировано на территории области 117 нарушений ПДД водительного мототранспорта, из которых 45 фактов состояния алкогольного обвинения, 38 фактов эксплуатации мототранспорта без необходимых документов, 22 управления двухколесным транспортом в незарегистрированном установленном порядке. Разыскано два водителя мотоцикла, которые совершили дорожно-транспортное происшествие и скрылись. Кроме этого, так же, как и на территории города, на территории области проводится работа с пешеходами, в основном это профилактическая, но за наиболее глупые нарушения на пешеходы выносятся постановы, таких постанов вынесено 75. Ну и как бы работа проведена немалая, ну и естественно задается вопрос, а какой результат? Если мы возьмем, допустим, 19 дней месячника, то есть с 12 по 30 августа, и возьмем период 19 дней до месячника, то мы наблюдаем картину снижения аварийности в целом на 17,9%, с 84 до 69 ДТП, количество погибших снизилось на треть, с 9 до 6, и количество травмированных, травмированных лиц со 110 до 79. То есть, та работа, которая проведена, если она позволила нам сохранить жизнь 3-4 лиц на территории области, это уже работа проведена не зря. Ну и с учетом достигнутых вот этих позитивных результатов, вот эти мероприятия будут продолжаться до конца месячника. Ну и наряду с профилактикой аварийности проведена определенная работа по раскрытию преступлений Сергею Петровичу. Ну, вы знаете, наверное, недавно эта ситуация происходила. Вчера буквально Поширяево задержали автомобиль, Мерседес, микроавтобус, который был угнан 12 августа в Каховке. Вчера уже сотрудники приехали, его забирали, соответственно, задержан человек, который управлял. И буквально тоже несколько дней назад БВХ-5 тоже на посту дачной тоже был задержан, угнанный в Днепропетровской области. Мало того, что автомобиль был задержан, там еще были внутри салона пистолеты романтические без разрешения с патронами, наркотические вещества. Поэтому то же самое по этому вопросу работа идет. Что касается задержаний по такой есть системе, вы знаете, рубеж, задержания идут каждый день и не одно. Поэтому останавливаться на этих вопросах даже, будем говорить, так не актуально, эта работа идет и продолжается. Хотел обратиться, пользуясь случаем, ко всем сотрудникам, не сотрудникам, а сотрудникам предприятий, которые занимаются автоперевозкой, руководителям этих предприятий, подразделениям и службам, которые организовывают работу по перевозке граждан. соблюдение правил дорожного движения, еще раз, еще раз, еще раз. Контроль за состоянием водителей, которые выходят на линию. Мы сейчас и по городу, и по области эти вопросы проверяли, проверяем, и даже когда месячник закончится, может быть, даже какие-то у нас есть уже определенные наработки, может, на каких-то вопросах будем еще более жестко подходить. Потому что, начиная с действий очень многих водителей маршрутных такси по городу, водителей, которые работают по территории области, прилегающей к областному центру. Случаев с созданием неаварийной ситуации, ну, это просто бесчисленное множество. Бесчисленное множество. Они не думают о том, что они подвергают мало того, что жизни себя и своих пассажиров, ну, это может перерасти в очень серьезную, не дай бог, проблему. Поэтому, обращаясь всем, обратите на это внимание, потому что в перспективе мы будем очень проводить дополнительные еще мероприятия, контрольные, конкретно направленные и контролирующие работу автоперевозчиков не для того, что они, потому что это автоперевозчики, потому что там большое количество людей, которые они перевозят, как правило, и нарушают они очень-очень много. Спасибо. Следующий вопрос, к которому мы перейдем, это школы, это 1 сентября и наша готовность к тому, как завтра дети пойдут в школу, то, к чему готовимся мы и чтобы одесситы безопасно завтра провожали своих деток в школу и встречали их. Мы сейчас также на эту тему поговорим. Я хочу начать с того, что ежегодная, опять же, практика, та, что мы перед началом учебного года проводим обследования, прилегающие к школам территории, смотрим наличие дорожных знаков, разметки, все то, что необходимо для безопасной дороги наших детей. Об этом мы сейчас немного расскажем, потому что, опять же, это совместная работа, это работа, которая проводится как в городе, так и в области, и есть те цифры, наработки, о которых мы вам расскажем. Хочу начать с того, что, напомню, в этом году Одесса снова принимает детей, детей со всех регионов Украины на всеукраинский слет юных инспекторов движения. Наш город и область будет представлять школа, будет Одесская школа, Малиновского района, школа номер 69. В данный момент ребята активно готовятся и, конечно же, будут участвовать, показывать все свои знания и навыки. С 5 по 12 сентября будет проходить слет, и все желающие, кому интересно, конечно, смогут прийти, посмотреть, поболеть и поучаствовать, вернее, поболеть за участников этого конкурса. Это тоже подготовка, это знание правил дорожного движения, это профилактика, и, как я всегда говорила, буду говорить, это дети, это наши помощники и, возможно, в будущем и наши сотрудники. Я передаю слово дальше. Спасибо большое. Накануне нового учебного года сотрудниками полиции на уличной дорожной сети города Одесса и области были обследованы участки дорог, которые прилегают к школам, были выданы соответствующие подписания дорожно-коммунальным службам, и, значит, в результате этого, вот, допустим, по городу Одесса было дополнительно установлено 29 дорожных знаков, из которых 1,33, дети 9 знаков, 12 пешеходных переходов знаков, 8 знаков 3,29 ограничений на максимальной скорости. Нанесено 1776 квадратных метров горизонтальной дорожной разметки, в том числе возле 74 учебных заведений в городе Одесса дополнительно были нанесены цепки, установлено 84 полгонных метров пешеходного ограждения, в том числе и возле таких школ на улице Армейской, там специализированная школа номер 32, и на улице космонавтов вблизи трех школьных учебных заведений, это школа номер 46, 96, 32, и два там дошкольных учебных заведений, детские садики номер 171 и 195. Аналогичная работа была проведена и на территории области, всего в районных центрах на участках дорог в селах установлено 82 дорожных знаков дополнительно, 36 знаков 1,33 дети, 40 знаков 5,35 1 пешеходный переход и 6 знаков 3,29 перемещения максимальной скорости. Спасибо. Ну, хотел бы дополнить, конечно, завтра мы все идем в школу, но основное, что хотелось бы сказать родителям, это напоминайте детям о правилах безопасности и показывайте положительный достойный пример, потому что наши дети берут пример прежде всего с нас, взрослых, а потом уже слышат, что им говорят. Я знаю, что школы максимально прилагают усилий в обучении детей, также со стороны патрульной полиции, так и управления нас, полиции, сотрудники, правоохранители будут рядом с детьми, будут их контролировать и обучать, но также очень многое зависит от родителей, поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и обучайте своих детей. И следующий вопрос, к которому мы переходим, это День города, это массовые мероприятия и правопорядок на территории города во время празднования. Вы знаете, все у нас День города, мероприятия, которые проводятся раз в году, очень много мероприятий спланировано на территории города, очень много событий будет происходить, локации, можно сказать, которые будут происходить, разные представления, выступления, концерты, будет открытие аллеи звезд на улице Ланжеровской, угол Пушкинской, будет открытие после ремонта Старобазарного сквера, тоже там очень такое знаковое событие, очень большое, которое работа по реконструкции его, по реставрированию и приведению в надлежащий вид длилась очень долго, и уже я думаю, что послезавтра мы это увидим в реалиях лица жизни. Поэтому, естественно, основные события сконцентрированы в центральной части города, поэтому по возможности естественно общественный транспорт, а личный транспорт, если вы будете использовать, ставить его на удаление от центральной части города, потому что скопление транспорта и большое количество транспорта от центральной части, оно будет мешать безопасности дорожного движения, там будут работать сотрудники патрульной полиции, где-то какая-то техника неправильно припаркованная будет эвакуироваться, как говорится, дабы потом не было ни было никаких проблем и обид. Что касается перекрытия улиц и ограничения движения, да, эти моменты будут происходить, в первую очередь это по улице Лонжероновской, там где будет открываться аллея звезд, будут звезды Одессы, будем так говорить, закладываться, это будет мероприятие, в ночь с 23-го первого числа до 2-го числа, до 11-ти часов будет проводиться, не будут допускаться туда транспорт для парковки, а полностью перекрыто будет мероприятие до 12-ти часов, до 2-х часов дня. Далее, мор-вокзал, там, будем говорить так, очень большая локация, там и место проведения, там вы видели уже, граждане Одессы видели, готовится, собирается сцена, там же будет проводиться салют, там, естественно, Потемкинская лестница у нас, там здесь большинство мероприятий в городе проходит, поэтому с 10-ти часов дня уже улица Приморская будет ограничен проезд, все это будет зачищено, мор-вокзал будет закрыт проезд с 10-ти часов дня и с 13-ти часов дня улица Приморская закрывается полностью до 23-х часов до окончания проведения мероприятия, поэтому, соответственно, просьба маршруты свои строить таким образом, чтобы вы эту часть города не заезжали, объезжали, опять же, не создавая пробок, потому что есть улицы, на которых развернуться будет достаточно проблематично, просто вы должны знать, что туда в это время ехать не нужно и менять себе маршрут, выбирать его для прибытия в какую-то точку другим образом. Вот такие у нас мероприятия. Что касается обеспечения безопасности, тоже хотел бы обратиться особенно к родителям, много людей будет и на концерте, много людей будет с детьми, учитывая то, что это, опять же, после 1-го сентября, это пятница, это будут многие и праздновать начало учебного периода и так далее. Очень внимательно относиться к детям, вы знаете, там реконструкция идет лунного сквера, греческого парка, да, там ограничительные стоят заборы, поэтому нужно за детьми смотреть, ну и не только за детьми, нужно соблюдать элементарные меры ее личной безопасности для того, чтобы не было никаких, не дай Бог, происшествий. Спасибо. Спасибо большое. Ну вот эта информация по поводу ограничения движения, перекрытия улиц, ее можно еще где-то посмотреть? Ее можно посмотреть на сайте Горсовета, ее можно посмотреть на сайте Главного управления национальной полиции и патрульной полиции тоже. То есть мы со своей стороны информацию дали да, максимально, что касается посмотреть, это можно и здесь на увидеть. И берущей строкой, я вчера даже видел по какому-то телеканалу тоже эта информация была. Ну в принципе это ежегодная практика, поэтому как бы мы всегда предупреждаем, мы всегда информируем, а все мероприятия они проходят как правило вот в одних и тех же местах. Поэтому мы еще раз просим одесситов отнестись с пониманием к этому и заблаговременно планировать маршрут передвижения и конечно же не нарушать правила дорожного движения.